И докладнейше на эту тему, далее будем спілкуватися с гостем студии, радник міського головы Максим Кучугура. Добрый вечер нашему гостю. Добрый вечер. Итак, Wi-Fi дерево, одно или деревья появились в городе нашем Днепре. Рассказывайте, для чего, где и сколько? Да, можно сказать, появились и появятся. То есть на сегодняшний день уже установлено, безусловно, установлено одно Wi-Fi дерево, оно находится на Европейской площади. Уже, наверное, большая часть жителей города его увидела и даже протестировала, наверное. И еще два дерева будет в двух других локациях, с которыми сейчас решаются организационные вопросы по подключению электроэнергии. Сами деревья, это такая инновационная конструкция, уникальная в своем роде, потому что в мире аналогов нет. И Днепр первый город, который имеет именно такую конструкцию в эксклюзиве. Есть аналоги в Арабских Эмиратах, в Соединенных Штатах Америки. Мы уже гордимся. Да, мы уже гордимся, потому что у нас же город всегда выделялся. И вы же знаете о истории ЮМЗ, аркетостроения и так далее. Поэтому на сегодняшний день инновационные гаджеты – это такой первый шаг, который, наверное, делается со стороны властей, можно даже сказать, где-то в масштабах и Украины, потому что есть два Wi-Fi дерева в Украине, но они очень отличаются по функционалу и, скажем так, по нашему мнению, уступают по технической начинке. Что же в нашем дереве такого крутого, как в Арабских Эмиратах, что оно так сильно отличается? Ну, конечно же, не скромно говорить о том, что наше дерево самое лучшее. Ну, в Эмиратах, я думаю, немножко лучше, да? Ну, по наполнению и по функционалу наше дерево отличается в большую сторону, скажем так. В Арабских Эмиратах уклон на генерацию электроэнергии и ознакомление с новостями города и территории. У нас это расширено в сторону того, что кроме информационных порталов, с которыми можно ознакомиться на тачскрине, есть активная панель, о которой я не сказал, на которой есть инстаграм-сервис, который на сегодняшний день самый популярный у молодежи. И по использованию как сервиса в этом дереве мы регулярно фильтруем то, что выкладывают там фотографии какого-то разного характера. Задаете хэштеги, да, обещаете призыв. Все веселые, все веселые, да. Также есть на тач-панели возможность знакомиться с картой города, афиша города, мероприятия, отзывы о городских сервисах тоже есть возможность оставить. Уже разного характера отзывы попадаются, достаточно интересные, часто бывают. Мэр все равно всех банит, ну что же. Ну, я не буду комментировать этот вопрос. Во всяком случае, мы уже имеем еще один источник обратной связи от людей, которые в этом заинтересованы. Также есть кнопка SOS, это вызов полиции. Это то, что касаемо с активной панелью. Есть возможность посмотреть городские сервисы, которые оказывают на сегодняшний городской совет. Ну, в общем-то, достаточно насыщенная такая информация и тач-панель. Она рассчитана как конструктор лего. Со временем будет появляться новая информация. Есть объемы по расширению, куда эту информацию можно вкладывать дополнительно. И в целом сама конструкция дерева, она сделана таким образом, что модульно можно добавлять разные функции, которые будут появляться со временем. Поэтому дерево будет расти в прямом и переносном смысле. Я не видела, когда монтировали, не видела, готово. Почему дерево? Оно выглядит как комната же, да? Нет? Вот такой какой-то куб там был или квадратный? Нет. Оно выглядит как такая конструкция в, если так сказать, в сечении там порядка 60 сантиметров и высотой порядка 6 метров. Она представляет собой набор таких функций. Там есть видеонаблюдение, есть проектор, который транслирует на проекционный экран, который установлен в 6 метрах. Этим мы отличаемся от всех остальных аналогов. Экран этот был задуман с целью того, чтобы проводить, скажем так, трансляции футбола, интересные мероприятия, Евровидение и так далее. Вообще название дерева, оно, в общем-то, какое-то такое больше народное. На нем есть световые полосы, которые напоминают кроны деревьев. Поэтому, может быть, с этим можно связывать его как дерево. Вообще-то оно изначально имеет название Smart Urban Point. То есть это такая точка, Urban — это урбанистика, урбанизм, да? Smart, понятно, умный. И Point — это точка, где собираются все люди. То есть основная идея — это сделать такие точки притяжения, мекки для молодых людей, и не только, которые будут собираться вокруг этого дерева для просмотра матчей, подзарядки телефонов, использования Wi-Fi. Многие задают вопрос, почему 3G, почему не 4G. Это все точно так же будет развиваться со временем того, как будет… То есть еще 4G нет у нас? Будет, да. Поэтому достаточно много разных функций, интересных. А зона покрытия Wi-Fi в каком радиусе там распространяется? 50 метров устойчивый, да, интернет. На самом деле очевидцы говорят, что дальше, но я лично сам не могу вам этого сказать. Поэтому с точки зрения функционала оно достаточно интересно. Касательно дизайнерского решения, на сегодняшний день нас уже пригласили участвовать в одном из номинаций на такие урбанистические вещи инновационные. И я не исключаю, что наше дерево сможет возможно дать даже победителям… И гласили в Эмиратах? Нет, не в Эмиратах, это конкурс в Украине проводится. И заявки были поданы еще на несколько международных конкурсов. И я думаю, есть высокие шансы того, что это будет популярно. И может быть наш пример в Днепропетровске, он будет расширяться и за пределы нашего города. Я не могу не спросить о стоимости данного проекта. У нас новые такие вот инновационные проекты, это очень дорого стоит. Насколько оправдано появление с точки зрения стоимости? Это дорого? Одно Wi-Fi дерево стоит порядка 1,2 миллиона гривен. Это бюджетные деньги? Да, это бюджетные деньги, безусловно. На сегодняшний день в эту стоимость входит проект, подключение к сетям, исполнение самой корпуса, стеклянного экрана и все внутреннее наполнение, плюс прописанный софт, так называемый, который все это дело увязывает, все эти сервисы воедино. Также хотелось бы сказать о том, что это дерево, оно не просто объект, который будет требовать финансирования со стороны города, а безусловно так будет, потому что его надо содержать, проводить профилактику, сервисы и так далее. Сколько стоит содержание этого дерева? Содержание на сегодняшний вам не могу сказать, пока оно ничего не стоит, потому что оно находится на гарантии от производителей тех, кто его делал. Не будет так, что там ежегодно это будет еще один миллион? Я отвечу вам на этот вопрос. Для того, чтобы это не было, одна из основных задач, кроме того, что будет транслироваться социальная реклама на двух экранах, будет даваться еще и коммерческая реклама. Коммерческая реклама для того, чтобы наполнять бюджет и сделать так, чтобы дерево А, программа минимум, могло себя самоокупать, а Б, зарабатывало денег в городской бюджет. Вот такая ситуация. Также рассматривается вопрос о том, что, возможно, это будет как предложение для продажи для крупных либо операторов мобильной связи. Тот, кто захочет, возможно, купить такие конструкции для себя или для имиджа, или для своих каких-то рекламных целей. Где еще планируется? Вы сказали, что это первое. Да, планируется еще на набережной и планируется еще в районе проспекта Поля. Локация изменилась. Первая была в районе Малиновского. Но в связи с тем, что есть вопросы, скажем так, с вандализмом и с безопасностью, было принято решение о том, что такую конструкцию достаточно рискованно размещать по той локации. И принял решение о том, что его нужно перенести куда-то в более оживленное место. Хочу спросить у вас о другой конструкции, которая тоже появилась недалеко от ранее упомянутой нами. Я имею в виду туристический центр, который на площади Героя Майдана. Что там, для чего? Мы рассказывали об этом. Уже он работает, уже есть какие-то результаты, наверное, есть какие-то отзывы. Оправдались ли надежды, для чего его строили и идут ли туда люди, обращаются ли? Да. Ну, для чего, в общем-то, понятно из названия. Там информация о городе. Да, информация о городе. Солюниры там, да. Совершенно верно. То есть основной наш клиент, как это ни странно, это наш же горожанин. Изначально мы планировали о том, что, в общем-то, больше интереса будет у приезжих. Приезжие приходят пока не в больших количествах, потому что, в общем-то, у нас такого, как таковой, туристический сезон еще не сформировано даже понятие. Но, тем не менее, очень много людей, которые из города сами приходят с детьми, интересуются, какие есть экскурсии и так далее. Туристический центр задуман как такой первый шаг со стороны властей о развитии туризма в нашем городе. Скептики говорят, что показывать в нашем городе нечего. А мы считаем, что есть такие места, и у нас есть, как, наверное, не у многих городов в Украине, такое явление, как индустрия, есть такое понятие, как индустриальный туризм. Сейчас будет идти речь о том, чтобы развивать именно индустриальный туризм в том числе. Также очень много исторических памятников и интересных мест, которые в городе у нас есть, как и в любом городе, собственно, на Украине. Задача туристического центра развивать непосредственно туристические маршруты, давать полезную информацию, сувенирную продукцию и так далее. Можете мне назвать два самых популярных туристических маршрута, кроме проспекта центрального? На самом деле, если говорить о посещаемости людей, то это наша набережная, которая является одной из самых длинных в Европе. То есть экскурсия по набережной? В том числе. Касательно экскурсий, с мая месяца планируется уже работа экскурсоводов, с которыми сейчас отрабатываются юридические вопросы договора на сотрудничество, для того, чтобы люди, которые имеют желание, чтобы экскурсовод рассказал и провел по туристическому маршруту, мог оказать им такие услуги. У нас очень много экскурсоводов работает. Много экскурсоводов, но, к сожалению, об этом мало кто знает. И это все в таком, пока в кустарном немножко виде. Вот есть желание и видение это все дело, скажем так, упорядочить. Также в этом направлении готовится приложение, либо сейчас решается вопрос, это будет уже готовое приложение, которое в мире существует. Телефонное вы имеете? Телефонное, да, с помощью которого можно будет закачивать в интернет информацию, и будет навигационный маршрут, можно будет останавливаться там возле определенного исторического места, читать или слушать в наушниках, что об этом месте нам могут рассказать. Только на нами понятном языке, или иностранный тоже будет? Безусловно, туризм – это вещь интернациональная, поэтому я думаю, что будет для начала английский язык, ну а дальше будем развиваться. Если у вас есть пожелания к каким-то языкам, вы можете сказать. Нет, но тем больше языков, тем больше туристов, вы же понимаете. Конечно, согласен с вами. Естественно. Касательно еще немаловажного момента, стоит задача перед туристическим центром тоже не быть обузой для бюджета, и формировать, скажем так, и размещение рекламы на сегодняшний день тоже происходит. Я не буду называть компанию, но достаточно известная компания, уже заключили договоры на обслуживание, размещение рекламы на интерактивной панели, на раздаточных материалах, и планируется без привлечения бюджетных средств раздавать бесплатные раздаточные материалы, это карта. Ну если в Европе вы бывали, то вам часто в гостиницах дают карты, на которых с одной стороны карта с туристическими маршрутами, с другой стороны реклама. Вот по такому же принципу ничего нового это планируется сделать и в нашем городе. Поэтому сейчас ведется работа проект-менеджером относительно этого вопроса, и собирается информация о ресторанах, гостиницах, музеях и так далее. Одного достаточно или их тоже будет много туристических? У нас же все-таки два берега, у нас большой город. Есть какие-то отзывы уже о работе? Что говорят горожане? Интересовались вы? Мнения, как всегда, очень разные. Многие люди... Что есть отрицательные? Безусловно, конечно, да. Что говорят? Для кого-то это вещь, которая, скажем так, не приоритетная, говорят о дорогах, о текущих крышах и так далее. Но я считаю, что общество должно развиваться полноценно во всех направлениях, потому что если так к этому вопросу подходить, надо закрыть театры, кинотеатры и заниматься только вопросами коммунального характера. А очень много туристов, причем удивленные о том, что вот как бы есть такая ситуация в нашем городе, есть такой пункт. Сейчас планируется заключать договора с аэропортом, с железнодорожным вокзалом, для того, чтобы была возможность разместить рекламу, чтобы люди понимали, куда можно обращаться по этому поводу. Может быть, там билеты, сервисы по продаже билетов. Все это уже запущено, совершенно верно. То есть нужно прийти в этот центр и купить ЖД-билет, например, да? Скорее речь идет о билетах культурного назначения, скажем так. Нет, ну а все-таки проездные билеты – это важно, да? Проездные, готовится такая программа. Сейчас во многих банках предлагают купить билеты. Вот перед тем, как мы открывали этот центр, я ездил в Вену, и мы знакомились с туристическим центром, который находится там. Они любезно предоставили информацию, которая наработана на протяжении 10 лет. И вот исходя из этого, мы свои мысли и рекомендации наших коллег сформировали в определенную программу, которая будет на протяжении 2-3 лет развиваться, пока не дойдет уже до полноты такого, скажем так, до полного наполнения, назовем это так, по сервисам возможным. Поэтому, пользуясь случаем, хочу предложить всем желающим рекламодателям размещать свою рекламу и на Wi-Fi-дереве, и в Тице, и производителям сувенирной продукции работать напрямую с центром. Поэтому это сейчас очень востребовано, и мы считаем, что… Обогащать бюджет нашего банка. Да, совершенно верно. Спасибо вам за участие. Ну, я буду ждать, когда туристы к нам все-таки поедут на наш индустриальный туризм. Мы будем вас знакомить с этим. Спасибо большое. Спасибо.